На рисунках измученный пленник, военная техника, цветы, ветераны, фейерверки. Так видят День Победы дети. Для каждого этот день разный, цветной или черно-белый, нарисованный красками или карандашом. Картины рисовали участники областного конкурса партии «Единая Россия». День Победы глазами детей. Вы сейчас видите, насколько интересны работы. И конкурсная комиссия была просто в замешательстве, как выбрать лучший из лучших. И тематика, она очень разнообразная. Мы даже сами не ожидали. Здесь вот, посмотрите, представлен портрет деда, узника концлагерей. И вот, кроме этого, посмотрите, еще праздничный фейерверк над Рикстагом. Очень интересные работы, но, к сожалению, это конкурс, поэтому выбрано было 9 лучших работ. И сейчас идет интернет-голосование за лучшую работу тех, кто будут победителем в этих номинациях. Полюбоваться на детские работы теперь могут не только жюри. Десятки рисунков украшают аллею на улице Гончарова. Яркие картины сразу привлекают внимание горожан. Красиво. Обращали внимание? Вот когда туда шла, да, обращала. Красиво. И вот, тоже. Очень красиво. Нравится очень хорошо. Да, празднично. На самом деле, очень приятно прогуливаясь по центру города, смотреть на такую аллею, смотреть, как дети творчески подходят к вопросам войны, показывают свое видение его. И достаточно красивые рисунки получились. Очень приятно на это смотреть. Итоги конкурса подведут 13 мая. Победители получат большие наборы для творчества. Но самое главное не подарки, а то, что с самого раннего возраста дети знают о Великой Победе. Я, как руководитель проекта, понимаю, что это очень важно. И как раз дети рисуют такие рисунки. И я понимаю, что они уже знают об этом событии и будут продолжать нести традиции наши. В этом году в конкурсе приняло участие 750 ребят со всех районов области. Кристина Жакот, Руслан Баталов. Новость Ульяновской правды.